Итак, всем привет, с вами TopGuy и сегодня мы сделаем тир-лист DLC. Предложили мне сделать тир-лист DLC, я подумал, что это может быть забавно. Также мы освежим память, что вообще выходило в этих самых DLC, какие механики, какие DLC добавляют, потому что обычно мало кто помнит. Поехали! Давайте я освежу вашу память, что же вышло первым из DLC. Это было Together for Victory. Я, кстати говоря, сделал правильные для парадоксовских DLC тиры, то есть от ужасных, то есть это классический уровень парадоксов, до почти нормально. Это редкие случаи, конечно же, невероятные. Ну и добавил отвратительное, это когда они даже не сами делали DLC, это был отдельный случай. Итак, первое DLC, Together for Victory. В нем добавлялись фокусы для стран Содружества, то есть Британия, всякие Австралии. И также добавлялись механики взаимодействия с марионетками. Я поставлю это на ужасно, все как обычно. А именно, полуработающие фокусы, которые выглядят очень-очень скромно по сравнению с любым модом механики взаимодействия с марионетками, которая, в принципе, и так должна была быть в каком-то видеоигре. Также, насколько я помню, там добавляли что-то с линглизом и с возможностью делиться технологиями. То есть какие-то механики, как обычно, неплохо. Тот факт, что парадоксы решили для важных стран добавить, наконец-таки, фокусы неплохо. Но тот факт, что за это требуются деньги, и что фокусы даже для того времени были достаточно скучноватыми и ограниченными, не позволяет мне поставить этот DLC выше их обычного уровня. Следующий DLC. Смерть или бесчестие. Я достаточно хорошо помню этот DLC, потому что я по нему не по некоторым странам записывал прохождение в момент выхода. А еще я помню это потому, что они собирались добавить фокусы для стран Балкан, и в итоге получили фокусы Румыния, Чехословакия, Югославия и Венгрия. Очень балканские страны. И в этом DLC добавили механику лицензирования. Всякого снаряжения, вот это все. То есть то, что вы обычно практически никогда не используете в игре, кроме каких-то редких случаев в МП, конечно, это очень широко используемая механика, поэтому механика в целом неплохая. Фокусы, как обычно, честно говоря, ну совсем такие себе. Они очень маленькие, выборы там какие-то очень странные. И если сравнить с фокусами буквально той же Польши, просто очевидно, кто побеждает. Это их классический уровень. Ужасно. Выше поставить не могу, извините. Итак, следующее DLC. Weakened the Tiger. Так как в нем расширили фокусы КНР, мы, конечно же, ставим его на самый верх. Надеюсь, что я получу социальный рейтинг за это видео. А если говорить по-серьезному, то механики там. Это генералы, их прокачка. Что на самом деле, я считаю, это основополагающая в данный момент механика. Также были добавлены фокусы, очевидно, для Китая, различных фарлордов Китая, Японии, Маньчжурии. И добавили артистерические фокусы для Японии и Германии. При этом именно с этим DLC полностью были переработаны генералы. И у нас появились новые генералы. Раньше один генерал без проблем мог руководить буквально всей вашей армией, если он был фельдмаршалом. Этот реворк мне сначала не понравился, но по факту сейчас я тоже считаю его неплохим. Если сравнивать это с прошлыми DLC, и зная уже будущее с будущими DLC, то оно намного-намного лучше. Я даже поставлю его на уровень всего лишь плохо. Они действительно почти нормальные. Я бы сказал почти-почти нормальные. Все еще, как обычно, парадоксы добавили баги, как и в прошлой DLC. Но если в прошлой DLC их было много, то здесь в ограниченном количестве. Я все еще не могу поставить на почти нормально, потому что фокусы у китайцев очень-очень скудные. У большинства китайцев они просто одинаковые. Зачем думать про разных генералов, разные страны, их состояние, когда можно просто сделать одинаковые фокусы. Мол, это все одинаковые страны. В результате суммируя, получаем оценку всего лишь плохо, что неплохо для парадоксов. И следующее DLC, это Mame the Guns. И это на самом деле одно из самых больших DLC, потому что здесь переработали полностью флот, как он делается. И здесь именно и началась история конструкторов в Хойке. Также подобавляли адмиралов, снабжение как работает, морские зоны как работают. Добавили морские соглашения, в общем очень много всего. Также альт-историю для, насколько я помню, США и Британии. И сделали топливо перерабатываемым из нефти. Все еще перерабатываете вы его прямо в воздухе, к вам плывет нефть, но на берег вылазит уже топливо. Да, как это работает Хойке лучше не знать. Если бы только в какой-то предыдущей игре топливо действительно перерабатывали бы. Эх, ладно, такого не было и такое невозможно. В любом случае, топливо это точно плюс. Как ни странно, переработка флота в итоге я считаю к лучшему. Потому что это и открыло нам целую веку конструкторов, позже конструкторов танков, авиации. И государство знаний, я полагаю. Механика, которая также практически бесполезна, потому что проиграть в этой игре очень сложно. Если бы только не используя какие-то сложные моды. Я думаю, дополнение заслуживает отметки посерединке. Потому что, как обычно, фокусы крайне скучные. Переработки альт-историй достаточно плохо сделаны. Но так как я люблю кораблики, все-таки меня это подкупает. И я поставлю всего лишь плохо. Они также очень близки к почти нормально. Почему я так делаю? Потому что, на мой взгляд, фокусы абсолютно не играют роли в оценке. Потому что они всегда у них неинтересны и очень скучно ограниченные. Имеет роль лишь то, какие они добавляют механики. И здесь они добавляли важную механику, что хорошо, но кроме нее ничего. А также другие механики, которые все еще работают недостаточно хорошо или вовсе не нужны. Следующая DLC для Resistance. Эта DLC вызывает у меня спорные мысли. Потому что, с одной стороны, они добавили механики, которые выглядят забавными и прикольными. И на самом деле, добавляют какой-то интересный коннет в игру. А это краски шпионаж. Борьба с сопротивлением, потому что это выглядело, она достаточно нелепа. Хотя теперь она выглядит нелепо с другой стороны. Если раньше ты расставлял дивизии по всей стране. И такое, как можно было бы оправдать, как гарнизон. Сейчас ты расставляешь мысленные дивизии по мысленной стране. Несешь при этом немысленные потери. Но в целом, я сказал, это все-таки к лучшему. Потому что это добавило новые варианты действий с сопротивлением. Также углубило борьбу с ним. И добавило новый вариант того, как вы можете играть с этим. Там, как обычно, добавились новые фокусы. И это был реворк Франции, который был сделан крайне плохо. Я бы сказал, отвратительно до реворка. После реворка она осталась отвратительной. То есть сейчас фокусы Франции тоже очень линейны. И очень при этом простые, грубые и скучные, я бы сказал. Как будто после реворка ей нужен еще один реворк. Кроме того, добавляли фокусы для Испании. Добавляли новые механики. Гражданскую войну в Испании. И добавляли фокусы для Португалии. Я бы сказал, эти фокусы чуть повесили от того, что они делали до этого. Но все еще не дотягивают до уровня даже модов того времени. А я считаю, что хорошие моды не оправдание для разработчиков плохо делать свою игру. И факт в том, что все, только сопротивление и шпионаж. Поэтому успешно это DLC переходит на уровень ужасно. То есть, как обычно примерно. И следующее DLC достаточно уникальное. Во-первых, его делали не парадоксы. Они отдали разработку DLC на аутсорс. Каким-то, насколько я помню, испанцам. Получилось из этого то, что получилось. В нем абсолютно нет новых механик. Потому что логично. Если вы отдали что-то на аутсорс просто так. То вряд ли они смогут разобраться в игре настолько. И в том, как вы делаете эту игру, чтобы добавлять в нее новые механики. А вот, пока пипасить фокусы и наделать что-то, они без проблем смогут. Действительно, они сделали что-то. Что-то невероятно баганное, невероятно странное. Из чего только, наверное, какая-то Болгария выглядит не так плохо. И может быть, немножко Греция. Но я просто помню, как горел весь мир, когда это DLC выпустили. И буквально все встречали в нем миллион багов. Дошло, по-моему, даже до того, что разработчики извинились и сказали, что, блин, не мы делали это аутсорс. Не, ну тогда ладно, что бухтеть-то, верно. Я думаю, больше говорить про него нет смысла. Переходим к следующим DLC. И мы переходим к последним, достаточно большим DLC. Ведь последние DLC, они действительно были неплохие по размеру. И No Step Back, это следующее DLC. В него добавили переработку снабжения, железные дороги, бронированные поезда, ЖД-орудия и конструктор танков. Долгожданный, потому что люди уже начали понимать, что конструкторы будут впадиться в игру. И на мой взгляд, переработка инфраструктуры, конечно, и снабжение выглядит странно на выходе. Но в итоге, я думаю, что прошлая система, которая работала от просто инфраструктуры, от того строения на весь стейт, была еще страннее. И хотя текущая система точно не идеальна, и все еще имеет какие-то странные вещи и моменты, и часто бесит, она все же улучшение, чем ухудшение. И я ей, на самом деле, относительно доволен. Так же, как и конструкторам танков. Вначале в нем тоже, по-моему, были какие-то микробаги и какие-то приколы, но в целом это движение игры вперед. Это также добавило глубину и добавило какие-то новые приколы. Единственный момент, что с вводом этого конструктора Ишка стал еще мертвее. Если раньше он хотя бы мог просто брать один тот же тех с вами, то сейчас вы можете делать хороший танк, а Ишка со своим плохим танком будет просто проигрывать. На море это еще не было так заметно, потому что Ишка проигрывает на море буквально всегда. Он не умеет использовать флот от слова совсем. И это даже нельзя пофиксить модами, потому что проблема на уровне «Я хочу рейдить, я буду рейдить подлодкой, подлодок нету, я не буду рейдить». Примерно так со всеми другими миссиями. Вперемте к DLC. Также там добавили новые фокусы Прибалтике, Советскому Союзу, и немножко, по-моему, поменяли польские фокусы. И это, наверное, из всех DLC, что было, действительно ближе всего похоже к нормальному DLC. Я все еще не могу сказать, что оно нормальное и уж точно не хорошее, но это действительно была какая-то работа. Переработка снабжения – это около переработки генералов. Это хороший шаг к хорошей игре, но это даже еще важнее. По фокусам могу сказать, что да, они там были чуть-чуть повеселее, но тоже, когда у нас есть пример модов, называть фокусы парадоксов веселыми или интересными достаточно сложно. И самое главное, все фокусы парадоксов во всех странах очень плохо взаимодействуют с другими странами. Если посмотреть на какие-то другие моды, там очень часто бывают фокусы, которые делают что-то с другими странами, которые потом откроют какие-то решения для других стран, или ваше решение – сделать что-то в другой стране. И присутствует какая-то общая история мира И они могут переплетаться, эти фокусы Переплетаться как-то история стран Понятно, что не буквально Но они идут как-то синхронно И вы синхронно чувствуете, что вы примерно на одном и том же этапе С новыми DLC, с новыми фокусами страны Уходят в очень разном темпе И в очень разном темпе развиваются Проблемы есть у стран Прибалтики И у Советского Союза с его новыми фокусами Тоже, если вы идете по новым историческим фокусам У вас все примерно в нормальном темпе Если вы идете по альто-историческим у вас происходит что-то очень странное. Отдельного также момента заслуживает тот факт, что они вроде как планировали демократическую ветку для Советского Союза, и в игре даже можно найти файлы с ним, но оно было вырезано, скорее всего, потому что у них не хватило времени, или желания, или денег, или всего вместе взятого. Но пока остается фактом, они продешевили с веткой, как и в принципе с множеством других вещей. Также это открыло всякие духи флота, армии и авиации, что на самом деле неплохо, это тоже добавило новый уровень взаимодействия с игрой. А доктрины начали качаться опытом, что я считаю, кстати говоря, очень хорошим изменением. То, как вы получаете опыт, это ваш вопрос, но в целом страна, которая не воюет вообще, не отправляет атташе добровольцев, будет иметь минимум доктрин по сравнению со страной, которая все это делает, как и должно быть в теории, ведь это военная доктрина. Ее сложно развить просто исследуя одну и ту же технологию. А так это работало до этого. Так что, наверное, это действительно из всех этих DLC, можно назвать самым нормальным. Единственное, я, конечно же, не буду упоминать про то, как разработчики относятся к Советскому Союзу, как и мододелы часто относятся к Советскому Союзу. Фокусы все еще такое себе, я бы сказал, очень близко к тому, чтобы назвать их говном. И все еще раз 10 лужи того, что было до этого. Но прошло время, и они уже опять устарели, хотя выпустились не так давно. Пожалуй, с этим DLC все, давайте перейдем к следующему. И следующий DLC немножко странный, потому что в нем прорабатывают Италию, Эфиопию и Швейцарию. И по итогам этого DLC у Эфиопии и Швейцарии проработка стала лучше, чем у Германии. А также они добавили фокусы для страны, которая живет на историческом фокусе всего, несколько, по-моему, недель. Ну и добавили новые фокусы для выделяемых варионеток либо одностритовых стран. Из чего мне уже хочется поставить, это одна отвратительная. Но там был еще добавлен конструктор для самолетов, что в целом тоже неплохо. Добавили также металлики дивизий, что я считаю относительно бесполезной функцией, только для какого-то, не знаю, ролеплейного отыгрыша. Да, это имеет немножко геймплейного смысла, но когда вы воюете, допустим, армией там в 100, 150 дивизий, это явно не то, чем вы хотите заниматься, и не то, что интересно делать. И это также добавило еще эмбарго в этом DLC. Эмбарго как механика достаточно также бессмысленна на ваниле, в модах и так это как-то делают. Видали абсолютно бессмысленны также. И механика самолетов. То есть, по факту, у нас в DLC есть механика самолетов и новые фокусы для Италии. Ладно, я думаю, можно все-таки поставить на ужасно. Все еще не отвратительно, потому что рядом с этим ставить страшно что угодно. Ну и последнее, самое новое DLC, которое вышло достаточно недавно, Arms Against Tyranny. Итак, парадокс рассказывает, как скандинавские страны противостояли тирании. Достаточно смешно это слышать, конечно, учитывая то, что достаточно большая часть скандинавских стран и население участвовало на другой стороне тирании. Но, видимо, парадокс считают, во второй мировой тирании только Советский Союз. В DLC добавлены ивенты на спасение шведами детей Финляндии во время Северной войны, ивенты на финского снайпера, причем их там штуки три. А, ну да, и, конечно же, реворка всей Скандинавии. Я забыл, просто это не так важно, как ивент на спасение детей Финляндии шведами. Я не знаю, зачем они это туда добавили, не спрашивайте. И фокусы действительно не такие плохие, как фокусы до этого. Они начали учиться делать фокусы поинтереснее, хотя они все еще очень-очень линейные, очень простые. Но в этих фокусах есть ли прикол, они просто невероятно сильные. Ни у одной другой страны до этого нету настолько сильных фокусов, что экономические, что в военном смысле, авиация, флот, во всем скандинавские страны сильнее любые другие страны, выпущенные до них. Это абсолютно неадекватно, абсолютно небалансно, и старые страны просто стали еще старее. Но есть и хорошая часть этого DLC, это новые концерны. Концерны действительно классная механика. Теперь вы можете так развивать свою производство техники, небольшие бафы собирать, и, в принципе, так немножко минмаксить в приятном виде. Это достаточно круто, я считаю, что это намного-намного лучше, чем старые концерны, это однозначно. Но и тут тоже парадокс, они смогли сделать все хорошо, потому что, если вы попробуете на других странах поискать какие-нибудь фокусы, решения, либо что-то еще, что дает какие-то бафы вашим концернам, либо как-то взаимодействует с ними, вы практически ничего не найдете. Если в какой-нибудь Швеции будет штук 30 взаимодействий, то в Германии будет ровно 0. То есть, как обычно, добавляют механику, но только новые страны с ней красиво взаимодействуют. Старые страны как будто еще не знают, что эта механика существует, что если вы развиваете танки, то ваш концерн также надо развить. И так же добавили международный обуз, новую вкладку вместо дипломатии, потому что вкладка дипломатии была бесполезной до этого, в которой вы теперь можете менять ваше производство на дополнительную постройку, что на самом деле очень сильно. И сильные страны теперь еще сильнее, потому что они строятся еще быстрее. Теоретически, теперь застройка будет еще быстрее, и разрыв с небольшими странами будет еще больше, и расти еще быстрее. Что тоже выглядит немножко странно, но она, по крайней мере, забавная. Так что я думаю, тут тоже уровень действительно как обычно, ужасно. Больше поставить не могу, извините. Что ж, на этом было все. Расставили мы все DLC. Обязательно, ребят, делитесь в комментариях вашим мнением по DLC. Возможно, у вас другой получится тирлист. Также обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие полезные и интересные видео. В описании ссылочка на Twitch, Discord, Boosty. И до скорых встреч, ребят. Всем пока.